Здравствуйте, дорогие товарищи! Тема видео – польза теплой воды утром натощак. Я расскажу, как правильно пить воду, расскажу про ошибки в питье воды, как и какую воду стоит пить, как ее надо очищать, а также расскажу про воду с лимоном, уксусом и медом, можно ли пить воду на ночь вечером, и когда в последний раз и почему. Итак, начать утро стоит каждому человеку с питья, именно теплой воды. Есть пищу до питья воды утром нельзя категорически, если вы, конечно, хотите быть здоровым и завтра. Проснулись – выпейте теплой воды, хотя бы стакан, введите эту полезную привычку в свою жизнь, и вот только это уже укрепит вам здоровье. Никакого кофе категорически не пейте, тем более утром. Посмотрите потом мое видео про кофе и поймете почему. Только вода, особенно с утра, после сна – это и очистка организма от токсичных отложений, от продуктов метаболизма желудочно-кишечного тракта, которые накопились за ночь. Как следствие, это плавное очищение кожи, это и сохранение тургора кожи, это и естественное слабительное от запоров. Именно теплая вода. Она стимулирует подготовку кишечника к нормальному функционированию. Она разжижает кровь, а также легче выводит и большие по объему каловой массы утром. То есть, опражнения очищения кишечника. Распорядок должен быть такой – сначала утром вода, потом зарядка, гигиенические процедуры, поход в туалет и потом только еда. Теплая вода утром укрепляет, улучшает обмен веществ и организм самоочищается. Вода утром еще уменьшает аппетит, вернее, ложное чувство голода. И тогда вам будет проще позавтракать позже по времени, а не сразу бежать к холодильнику, как проснулись утром. Теплая вода утром уменьшает приступы мигрени, улучшает обмен веществ в организме, особенно если это вода, насыщенная молекулярным водородом. Это и очищение почек без их перегрузки. А перед едой я советую пить воду с натуральным яблочным уксусом, а именно так – на одну треть стакана теплой воды взять одну столовую ложку натурального гостовского яблочного уксуса, и все размешать и выпивать за 5-7 минут до каждого приема пищи. Тогда вы улучшите секрецию желудочного сока фермента пепсина, а значит улучшите пищеварение желудки, а значит расщепление белков будет лучше идти, а также вы улучшите дезинфицирующие свойства желудка от попадания в организм инфекций. По водородной воде оставлю вам очень важную ссылку на видео, которое советую вам посмотреть. Под этим видео будут ссылки. За один раз не пейте сразу много воды, тем более перед едой. Тогда вы просто сильно разбавите желудочный сок, и кислая PH желудочного сока 1-3 единицы сместится в щелочную сторону, и тогда пища будет хуже перевариваться. Тем самым вы ухудшите переваривание белков в желудке и снизите защитные свойства желудочного сока от попадания в кишечник, а далее из него в кровь, то есть весь организм инфекций. Более того, разбавляя перед или во время еды водой пищу и желудочный сок, вы просто заработаете себе со временем герб и или кислотный рефлюкс. И это, поверьте, лишь вершина айсберга. В течение дня пейте по потребностям. Сколько? Это зависит от очень многих факторов. От вашего труда, от того, как часто вы потеете, работаете ли вы летом на грядках или потеете в спортзале, то больше зимой и когда вы в спокойном состоянии меньше. Но если у вас камни в почках, или если вы склонны к камнеобразованию в почках, пить надо 2,5 литра воды в день. Помните, что камни в почках появляются от перенасыщенной мочи. Это показатель того, что вы пьете воды мало, недостаточно. Именно воды, именно воды. Но если вы на сыроедении, если вы едите много сочных фруктов, овощей, ягод, то вы можете пить воды меньше, но обязательно день начинайте со стакана теплой воды. Именно воды, а не жидкости. Помните, что только вода является растворителем, а любая жидкость, в которой уже что-то растворено, кофе, чай, компот, кисель, это раствор. Если между молекулами воды уже есть какие-то вещества, она, как растворитель, не будет работать так активно, как работает чистая вода. Помните также, что для растворения ядов, токсинов в организме, для всех метаболических процессов обменных, необходимо именно вода, как растворитель. Последний прием воды в текущий день должен быть не позднее, чем за 2 часа до сна. Кстати, прием воды вечером, но после последнего принятия пищи через час-два, не ранее, позволит уменьшить риск инсульта многократно. Знайте о том, что теплая вода утром не перегружает почки и, более того, помогает убрать отеки, излишки воды из организма. Холодную воду при вздутии в животе, дисбактериозных состояниях пить нельзя категорически. Не запивайте еду водой. Но какая должна быть вода в идеале? Во-первых, температура 40-45 градусов, но не выше 50, желательно. Кипяток не пейте категорически. Это вредно и для полости рта, для пищевода, для их слизистых. Это приводит к ожогам, постоянным повреждениям тканей этих полостей и органов и, соответственно, частому образованию новых клеток. А это может привести к самым печальным последствиям, так как количество регенерации клеток любых тканей ограничено. Какая вода должна быть? Конечно, фильтрованная, если вы живете в городах уж точно. Чистая химически должна быть вода. То есть, она не должна содержать вредные химические вещества. Должна быть мягкая, то есть, без солей жесткости, без вредных карбонатов, кальция и других минералов в воде. Когда вы будете ставить или у вас уже есть система обратного осмоса, это самый правильный и простой способ очистки воды, конечной воды для питья. Ставится он под раковину, второй кран выводится рядом с первым в мойке, но, знаете, не допустите ошибку. Не покупайте или не используйте, если вы уже купили, картриджи с минерализаторами. То есть, по сути, мы тогда делаем не пойми что. Осмос берем для того, чтобы удалять вредные неорганические соли, то есть, минералы из воды, а потом добавляем, по сути, те же минералы, тоже, естественно, в неорганической форме, чтобы получать вот эту питьевую воду опять-таки же с минералами, этими же самыми, по сути. Это большая ошибка. Для чего же вы тогда, спрашивается, покупаете осмос? Кто-то скажет, но как же? Вода должна быть с минералами? Нет, не должна. Как раз центры сверхдолгожителей находятся именно там, где вода из источников, которые потребляли эти люди, практически нулевой жесткости, то есть, не содержит минералы. Но она обладает также определенными другими физико-химическими свойствами. Об этом у меня были видео и ссылки я вам оставлю изучить. Это принципиально важная, жизненно необходимая информация. Но тут что важно понимать. Минералы каждый из нас должен получать и получает в идеале в хилатной форме, то есть, в составе сложных органических соединений из зелени, овощей, фруктов, ягод, из живых растительных продуктов. Только так. Более того, эти продукты не должны проходить термическую обработку, ибо при температуре выше 70 градусов минералы разрушаются. Они меняют свою структуру, и они перестают быть в хилатной водорастворимой форме. Они, по сути, выпадают в осадок. Точно так же, как вы видите этот физический эффект, когда кипятите чайник, и если у вас вода не идеально мягкая, а жесткая, то вы увидите осадок, то есть, минералы, которые были водорастворимые, а теперь стали водонерастворимые, изменили свою структуру, кристаллизовались и выпали в осадок. Можно ли пить осадок? Нет. Так почему же, спрашивается, можно варить и жарить пищу? Всего лишь на том основании, что мы так привыкли и в это верим, что это нормально. К сожалению, нет. Биохимия от нашей веры не меняется никак. В природе никто пищу не варит, не жарит. Но человек вилкой и ложкой копает себе могилу. Итак, главное по теме вот что. Не запивайте пищу водой, если, конечно, вы едите не сухари. Иначе будет нарушение переваривания пищи. Так как вы разбавите PH желудочного сока, который должен быть совершенно определенный, в определенном интервале от 1 до 3. Это кислая среда. Представьте, вы в кислоту налили воды. Вы разбавите кислоту? Ну, безусловно. Значит, желудок уже не выполнит в полной мере свои функции и задачи. А это чревато. Ведь желудок – это барьер на пути попадания инфекции через пищу в организм. А вот до принятия пищи пить воду надо. И лучше с яблочным уксусом, как я говорил. Кстати, если воду с яблочным уксусом выпить на ночь, вот не просто воду, а в одном стакане воды теплой, растворите одну и даже две столовых ложки натурального яблочного уксуса, то тогда вы утром уменьшите себе обычный для утра, ваш обычный повышенный сахар. У большинства людей он повышен. Так вот, даже инсулинорезистентность можно понижать, то есть, по сути, лечить, в том числе используя этот простой нехитрый метод – питья вечером теплой воды с яблочным уксусом. Но перед едой вы уже знаете. Ссылку на натуральный яблочный уксус, бочковой, я оставлю вам тоже под этим видео. После еды пить сразу нельзя, а можно пить через 30-40-50 минут, ну или позже. Вода с лимоном тоже штука неплохая. Тут дело вот в чем. Не все люди могут заставить себя пить воду, просто воду. А если это какие-то напитки, то от них пользы не будет, а только вред. И эффекта такого положительного не будет. Значит, лимон придаст некий, ну, что называется, вкусовой шарм. Вот это некая кислинка, и пить таким людям, кто не любит пить воду, будет проще и легче. И в этом смысле, да, неплохо, к тому же, это все-таки органические кислоты. Это хорошо. Это небольшой дезинфектор, но все же. Вода с медом, так называемая медовая вода, да, это прекрасно, но ее можно принимать пить только утром. И в этом есть лечебный эффект. Посмотрите мое видео, как растворить камни в желчном пузыре. Это абсолютная чистая истина, только практика. Казалось бы, как просто, действительно вроде чудо, но нет, это вот факты. Ну, а также помните, для тех людей, особенно у кого излишняя масса тела, а значит и инсулинорезистентность есть точно, что вода утром теплая натощак, это возможность снизить еще лишний избыточный вес. А также прилив сил, энергии, бодрости духа. Надеюсь, данное видео вам понравилось и было полезным. Очень важные ссылки я оставлю для вас под этим видео. Посмотрите эти видео в ближайшее время. Перешлите ссылку на мое видео, которое вы сейчас смотрите, своим друзьям, близким, знакомым. Поделитесь, напишите пару слов в комментариях под этим видео. Ну, а теперь досмотрите еще две минуты, особенно те люди, кто у нас еще ничего на нашем сайте nadgard.ru не покупал. И те люди, кто смотрит это мое видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru. Посмотрите хотя бы два раздела – отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на моё видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет – измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на всё это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Telegram-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.